Еще 20 лет назад человечество не представляло, что в ближайшем будущем роботы станут одними из востребованных специалистов на предприятиях. Но не только производство по их железному плечу, но и спасение людей в радиационно опасных зонах. Робота-разведчика сконструировали миасские ученые. Он не только ограждает человека от проникновения в радиационную зону, но даже может легко станцевать лезгинку. Накануне Дня машиностроения наша съемочная группа познакомилась с роботом-разведчиком. Подробности смотрите далее. МИАССКИЙ филиал Южноуральского госуниверситета выпускает из своих стен не только специалистов в различных областях, но и роботов. Более 20 лет в небольшой лаборатории творят, возможно, лучшие в мире робототехники. Такую характеристику миасским ученым и их разработкам дали московские специалисты, которые давно знакомы с мировыми наноразработками. Роботы, произведенные в МИАССе, являются одними из лучших мировых образцов. Практически в тех условиях, в которых работают эти роботы, более никто не может работать по радиации, по загрязнению, по возможности выполнения работ, заявленных нами в техническом задании. Сегодня для робота с именем БРТК-Р2 волнительный день. На широкой публике он демонстрирует свои способности, да и лично поздоровался с главой округа. Кстати, Игорь Войнов по-прежнему остается профессором и курирует кафедру робототехники. Поэтому такие разработки не остаются без его внимания. Вообще большая гордость за наших разработчиков, и за тех, которые здесь в МИАССКОМ филиале ЮРГУ работают, и за аспирантов, которые уже сейчас подключаются к этим работам. Ну и, конечно, главная заслуга здесь, или одна из главных заслуг, это заведующая лаборатория Борис Александрович Морозов. Он просто отдается всему этому делу последние два десятка лет. И мы для роботоцентра, который расположен в Москве, уже сделали примерно около десятка различных роботов. И сейчас впервые получили серийный заказ. Слово серийный здесь очень такое уменьшительное. Три робота мы делаем, но самое интересное, что эти роботы пойдут уже не на полигон для испытаний в Москве, а на конкретные объекты атомной промышленности. В том числе, как говорят, один из них будет в Снежинске. Как признаются сами киборгостроители, к таким высоким показателям они шли не один год. Каждая идея тщательно прорабатывалась. Именно поэтому миасские роботы занимают лидирующее положение в мире автоматов. Ну, на самом деле, с такими машинами мы занимаемся уже почти 20 лет. Так что опыт-то есть, и не с нуля делаем, то есть, в общем-то, используя старые наработки. Задача этого киборга очень важная – работать в радиационно опасных зонах. Но, несмотря на серьезную функцию, робот-разведчик оказался очень веселым и с удовольствием станцевал лесгинку. Этот небольшой робот является большим открытием миасских робототехников. Он может работать там, куда не должна ступать нога человека. Ольга Звездина, Юрий Карпов. Программа «24 МИАС». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова